представим себе ситуацию в которой сосиски влезает из жопы а кто-то воскликнет где смысл смысла нет смотрите на мой область моего паха чуваки значит здесь блять мы уже приехали ну смотрите у меня тут пролито пиво приехали уже итак мы идем сами знаете куда сами знаете зачем на самом деле я же знаю что вы ничего не знаете и поэтому я вам докладываю мы ведем за мамами ей за мама блять миги не дергай ты меня я рассказываю наш план я просто рассказываю наш охуенный план сходить и сходить за мамами чтобы потом просто от этого ёбнуться короче ну пошли ты знаешь где она находится мы будем ее искать итак кто видит знак напишите лайк и прожмите дизлайк блять чё за хуйню я сегодня несу блять итак мы находимся в поиске мамами и пока что я наблюдаю такую тенденцию что мамами тут блять нет может тут она есть ебать и не тут тоже ее нет она должна быть знаете где ну наверное где-то здесь и вообще тут нет вообще что тебе надо купил ты купил что-нибудь я хочу пить блять я не нашел там мамами я не искал блять я а я пошел за мамами и блять первую очередь меня интересует наличие мамами и блять какого тебе пиво любого хоть волчка если есть так волчка тебе или чего она в донатом сколько прислали блять возьми что-нибудь ладно а что ты будешь какую покажи название блять ладно пойду по змейку кошка мы купили магическую змею и офигенная магическая змейка какая-то вообще непонятно что это такое я так предполагаю надо откусить эту куню отрезать давай кусай дать мне не буду сейчас это делать и через там типа мятный прохладный холодок из него вываливается как из жопы не знаю я сказал про сосиски как сосиски из жопы вот не было таких вот штучек знаешь поэтому мне интересно стало грубо время срать были была замечательная песня называется сосиски из говна послушайте обязательно наши друзья ну и чё ты купила какой-то ёбаный велосипедист с пушкой блять карл короче ебать барон фон лагер короче это что-то типа типа это типа ебнутого матроски на которой слушай эта штука впечатляет на самом деле поражает воображение вот знаете чё с ней можно сделать и можно открыть эту хуйню практически не используя никаких усилий да это знаете для велосипеда такая штука она мне еще от отца досталось это блять такой иролитет знаешь я еще помню этой штука велосипед кама знаете такой был велосипед кама затягивал тормоза блять на велосипеде кама сгибайтесь я улетел просто вот бутылки ей никогда не открывал это оказывается значит не так просто для вот этого устройства ну давайте попробуем все-таки это сделать потому что это прям вот интересно то есть велосипедные велосипеды открываются нормально отливные бутылки блять тоже нормально открывается но давай давай дегустация этого станции этого еще до без декламы блять давай ну что очень необычный вкус попробуй реально не похоже на всех козлов там выпьем чуваки выждем эту хуйню как знаешь знаешь что напоминает ёбаная вот это пиво нет хамовники хамовники типичные хамовники блять короче это когда хмель дохуя придет вот прям пиздец а каковремя оно какое-то не стим прямо хмельное знаешь есть хмельное такое знаю знаю как кушевец и например здесь можно сказать что какой-то там темных их миль тяжелых миль а вот здесь он более легких миль тоже но он более какой-то легкий как будто бы с водичкой разбавленка будет такой летний вариант летний вариант типа блин этого хмеля более такое более такое блять Лайт, типа, или Айс, там, как он там назывался? Тубер Кайс, может быть, я путаю их. Лайт, это что-то, наверное, от другого. Кстати, клип новый, смотрите, ебанутый, специально сняли все ебануты, чтобы вы лайки поставили, а вы нихуя не ставите лайки. Карл, да. Карл, блядь, да, пошли, короче, дальше искать маму Мию. Чуваки, я нашел целый магазин с мамой Мией, блядь. И более того, тут еще всякая разная, всякая другая маму Мия есть, блядь. Я как раз об этом вот и говорил. Это ебучая лапша. Слушай, а смотри, какая кимча. Вот это всякую вот штуку надо набрать, да. Блин, я даже не хочу никакую, знаешь, шалуху жрать, вот эту хочу. Вот мы ее и нашли. Притом, именно той вот нету. А вот еще тут дофига этой лапши. Слушай, мы что, в Азон зашли? Блин, ты чего сейчас за магазин, где одна сплошная вот эта лапша? Я его просто нашел, блядь. Я даже не знал, что он тут есть, а мы сюда взяли, да пришли. Охуеть, что открыли вообще. Да, давай закупимся. Надо тогда много чего взять. Слушай, тут прям интересные, блин, всяких. Хрень, пойдем сейчас домой это жрать сегодня. Набрали дофига всяких вот этих вот фэншуйных штучек, восточных охуенных. И у меня разбегаются глаза. Я еще что-нибудь хочу такое. Мне что-то поперло на эту всю китайскую, азиатскую хуйню, пиздец. Она такая вкусная, я нормальную еду уже жрать не могу, потому что она не такая ебанистическая, как вот эта вся азиатская хуйня. Ну вот, может, не взять вот это, хоть чикен, флагур. Слушай, я хочу попробовать вот это все-таки. Что-то ебнулось просто. Если там случайно грибы окажутся, я даже не замечу, потому что там такой вкус, что просто ебнуть мозгами можно. Тут и корица есть, тут еще грибы, смотри, шитаки, твоя любимая ебучая морская грибок какой-то, блядь. Анис. А вот так пойдем верно. И даже палочки, чтобы это все жрать, суп, блядь, палочками. Ебануться просто, пиздец. Салаты. Салаты, да. Да, ну давай, пойдем, я уже, мне не терпится. А, смотри, помнишь, вот эту хуйню повар рекламировал. Это же настоящие. Вот это как раз пиздец. Слушай, ну это надо две такие брать, потому что это же, блядь, смотри. Да нет, знаешь, это намного хватает. Так тут еще не все самое главное. Это еще не все ингидиенты. Нам на двоих хватит вполне, да. Нам нужно еще будет креветки, там лимон, много чего еще. Нужно посчитать, что еще нужно для этого. Нам этой банки на двоих хватит точно. Ну хорошо, давай ее возьмем и как-нибудь что-нибудь с ней сделаем. А не хочешь какую-нибудь ебанутую острую специю вот взять из этой серии? Я взяла перчки. Ну давай его возьмем, да. А вот этот у нас на работе, по-моему, шли рачем. Стоял, все время его жрать, хороший соус, пойдем. Ништяк. Пойдем это жрать. Чтобы вы понимали. Всего лишь на полтора косаря. Я думала, мы на три с лишним накупили. Что-то мне казалось, мы сейчас набрали столько всего. Чуваки, возможно, вы задумались уже крепко, что такое Мамма Мия, блядь. Сейчас объясню, секунду. А Мамма Мия, блядь, это как раз вот эта вот восточная азиатская хуйня. Просто там иероглифами написано, что-то типа Мамма Мия. Вот, и я просто... Просто мама, почему? Мама какая-то, по-моему. Да, вот я в интернете вот найду, может быть, картинку, покажу сейчас. Ну, или мы покажем, что мы накупили, они так и называются, Мама. Там есть такая штучка, да, как раз такой фирмы, да? Покажем, ну да. Они, конечно, немножко все разные, но принципальные тот же. А, блин, Хрен, еще тут покажешь, надо поменять. Хрен, еще тут покажешь, да. Они все, блин, вообще другие идут. Они другие, вот о чем это. Нет, это не та Мама Мия, да. Не та Мамма Мия, но я хотел это. Аналог, наверное, не хуже. Это какой-то аналог, который ни хера не хуже, да. Там, и мы это заценим обязательно. Мы это обязательно заценим. А теперь заценим. Вот моя область паха, чуваки, область моего паха. Сейчас. Блядь, область моего паха. Зацените, как бы. Заебись все. Все хорошо. Шавуха. Так, смотрите, как чувак нам готовит шавуху. Вот он уже ее приготовил. И сейчас мы будем жрать. Ну, наверное, уже, наверное, он готовит эту шавуху. Да не буду я его спрашивать ни о чем. Я же вижу, что он готовит, блядь, шавуху. Тебе кажется. Тебе все кажется. Это все не настоящее. И жопа у него тоже не настоящая. Грубитесь, чуваки, какая охуенная. Тут азиатская лавка вот открылась. Вообще охуительная просто. Прямо азиатщина. И надо здесь закупаться. Мамамии, блядь. Мамамии я называю субтумьям. Это мой лизардитский особый язык. Ну, вы понимаете. Больные здесь коты. 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 Ну, как шавуха? Ну, кстати, неплохая. Неплохая. Надо пожрать ее. Ам-ам-ам. Офигеть, тут рыбка всякая. Фэн-шуй. Жрать, жрать, жрать эту всю фигню. Это все в магазине для алкашей. Вот это для нас. А что возьмем? Все возьмем. Ну, знаешь, к нашей мамамии как раз подойдет, смотри, какой-нибудь осьминог кольца. Что-нибудь типа того. Прямо осьминог, да? А почему бы и не осьминог? Вот кальмар твой задолбал. Смотри. Да? Да, короче, кальмар твой. Я бы сыр просто взял, на самом деле. Я бы взял просто косичку и успокоился бы на этом. Давай так и сделаем, да. Мире извращений, которые я не попробовал еще. Бинго со вкусом краба, со вкусом васаби, блядь. Я, кстати, реально проперся с васаби. Чистит чакры. Реально, я врубился. Чтобы васаби, он чистит чакры. И говно всякое выводит из организма. Ага. Кипятится чайник. И нам нужно сделать наш ужин. Нам его нужно сделать. Сейчас мы будем его делать, чуваке. Дай посмотрим, что мы накупили. Такая хуйня. Хау-хау. Называется. Такая хуйня. Два. Вообще мы нихуя не понимаем. Нихуя не понимаем. Да. Это все такая конченная зячина. Я вообще не знаю, как это называется. Даже непонятно, как она называется. Бульдак. Бульдак. Хуйлак. Спайси. Пиздец полный, короче. Чахарчони. Чахарчони. Тут много в кадре интересных, непонятных слов. Например, бренджепбхерь, блядь. Бренджепбхерь. Это что такое? Напишите в комментариях. Шренджеп, бляхерь. Да. Так, ну а вот это что? Джин Ромэн Острис Коус. Пиздец. У меня уже, блядь, это все дерьмес. А, это вот перчик. 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 Слушай, что ты с ним делать будешь, блядь? Пригодится. И что ты с ним, блядь, будешь делать? Пригодится у нас. Он 60 рублей стоит. Вот это вот хуйня. Том-ям. Том-ям. Вот это вот я хочу, наверное. Наверное, это самый такой нормальный. Это лай-тай. Блядь, вот я хочу том-ям. Или вот такую шримпу. О, нет, наверное, не сейчас. Это такая хуйня. И острый соус. Я помню, какой-то ебаный повар на Ютубе вот про вот эту вот хуйню рассказывал, что туда все-таки надо добавлять еще что-то. Ну, много что-то там добавлять. Он не самостоятельное блюдо, вот сам по себе, вот эта баночка. Ну, слушай, давай, наверное, захуячим вот этот том-ям. Надеюсь, он без грибов, хотя нарисованный, блядь. Сейчас что-нибудь подберу. Раз, когда я жру маму мию, ну, то есть суп том-ям, я вынужден по полчаса читать состав. Нет ли тут грибов, блядь. Вроде бы, блядь, их нету. Хотя нарисованы они. Фу, блядь, мерзкие грибы. Они нарисованы вполне себе на этикетке. Ладно, давайте сварим эту штучку. Вот этот ты выбрала? Это что такое? Типа с королевскими мега-креветками, да? С полной хуйней какой-то. Ну, давай, я его тоже заварю. Ну что, расскажи. Ай, блядь, я чуть не ёбнулся, блядь. Ух, пиздец, да. Гермес собачка, да. Ну что, докладывай, как еда. Кстати, с этими закусками вообще отлично. Реально такой морепродуктный суп. Остренький. На самом деле отлично. Как ты думаешь, уместно туда положить вот эти вот креветочки? Вот, все сюда. Они, конечно, в панцире, тебе придется с этим смириться. Попробуй. Блядь, жрать креветки в панцире? Попробуй. Они как раз и приспособлены, вот именно эти. У меня сами по себе они... Хуйня какая-то. Ну вот, супер. Фу, блядь, седрая хуйня. А ты уж кто от них ожидал? Вместе с какашками их прям жрать, а... Не, ну надо их, наверное, как-то... Тебе это все нельзя, Гермес. Что? Они не чистятся. Они не чистятся, да. Там нет ничего. Башки и чушьи. А с вот этим кальмаром... Вообще, кстати, такой редкий сыр кальмар. Он вообще супер плотный какой-то. Ну он как раз, да, хороший кальмар называется. Не как обычный вот этот кальмар говеный за 50 рублей. А просто там стружка, а здесь чисто куски. Угу. Прям сочный такой. Угу. Я умею разбираться в кальмарах. Умею разбираться. Пойду свою маму Мею возьму. Наверное, она уже готова. А тут прям конкретный лимончик. Нафиг тебе палочки или вилки. Нафиг тебе палочки. Лучше палочки я тебе дам, раз уж ты... Живи своими палочками. Тут еще не распакованных полно. На тебе. Ну ладно, а вот моя маму Мея пикник называется. Надеюсь, грибов тут нет нарисовано. Но, блядь, в составе не указано. Но мне кажется, что это в большей степени хуйня, чем та мамамия, которую я хотел найти изначально. Но вроде бы оно так по составляющей похоже. Вроде бы даже такое вот тоже. Та же самая марка. По крайней мере, близкие. Разве это та же самая марка? По-моему... Это близкие. Они из одной и той же серии сочи. Блядь, уберись, собака тупая. О, мазафака-то. Так, герми, сдвигай с жопой, блядь. Так, ну заебись. Вот он и я в кадр попал, смотри. Мы можем так записывать видосы. Смотри, какой фэн-шуй. Можем записывать охуенные видосы. Сожрачкой, ууу. У нас сегодня азиатский день. Итак, оба, том ям. Надо туда, наверное, добавить все-таки эту креветку непонятную. Да, к суку она нормальная. Я что-то вообще подсел на том ям. Это просто какая-то... Давай его попробуем. Так, а ложка это не так удобно на самом деле. Может быть палочками? А вот зачем японцы-то палочки жрут. Да, палочки жрут, да. То есть они что, так и жрут? Типа ложкой плюс палочкой? Да. Это считается неприкоротным? Можно и без ложки просто пить. Типа... Ну лучше с ложкой. Ну да, послушай, как они палочками-то суп-то жрут? Ну вот так они жрут. Я тоже раньше не понимала. Блядь, как этим пользоваться? По вкусу настоящий том ям, да. Ну-ка. Настоящий, хороший прям том ям. Еще и более ебленый, чем тот. Офигенные. Офигенные просто том ям. Слушай, а это даже лучше, по-моему. Ну куда это? Офигеть. А попробуй мой. Реально надо нахуячить этих креветок туда. Офигеть лимончик, обосраться. Обосраться просто. А попробуй мой. Мой, конечно, в этом плане, блядь, не такой вкусный. Ну-ка, давай. Твой невкусный. Говно полное, блядь. Соленая какая-то хуйня. Не, это говно полное. Вот, абсолютно не то, что я хотел. Селись лимончиком немножко со мной. Каким лимончиком, блядь? Водичкой, ну, чтобы мне нужно было немножко лимонной. Налей мне водички. Настолько тебе мерзко, да? Не, просто так вкуснее, ну, блядь. Он настолько вкусный. То я ем что-то, блядь, у меня воруй, что? Водичку я у тебя ворую. Водичку, да. Чуть тяжелко. Все. Ну, теперь посмотрим, что эта водичка дала. Блядь, все-таки с креветки хуевые. Ну и что, жри. Хуевые. Ну, они как солома. С лимончиком получше. Они как солома просто. Ну, а сколько хочешь за 110 рублей? Думаю, будут все хорошие криятли. Я просто их нахуячил слишком много. М-м-м. Блин, ну, слушай, мне кажется, что я не удовлетворюсь одним вот этим том ямом. Надо еще один делать, блядь. Ну, делай. У меня просто какая-то пиздец. Я ничего не могу жрать, кроме том яма в последнее время. Что же это значит, что вы бы напишите в комментах? Не, я просто раньше был такой, у меня все бургеры какие-то перли, KFC, не знаю, что. Смотри, ты чистишь, блин, да. А мне теперь вообще не хочется жрать мясо, вообще не прет. Но зато придет жрать и вычит он ям. Азиатчина. Да. Типа он чакры чистит или типа того, я не знаю. А реальное ощущение, когда ты просто с этой жрачкой чистит чакры. Да. Прям вот я чувствую в спине. Типа вот это. Да, аж в спине вот ощущение какая-то вибрации идет. В горле, да, да. Именно так и есть. Я недавно тоже это прочувствую и врубилась. Прям кундалини поднимается. Кундалини поднимается. Нельзя все эти индусы и азиаты как раз все это жрут. Девропейцы только соль свою жрут, которая их заземляет. Нет, соль жрать это полная хуйня. Да, все вот эти ароматизаторы, все вот эти ежки. С другой стороны, она тоже, знаешь, не сказать, что самый лучший способ подъема кундалини, блядь. Что, вот это ты, да? Да, просто сидеть, жрать вот эту хуйню. Нет, ну понятно, что да. Это, скажем так, такой говнарский способ поднимать кундалини, я бы сказал. Ну, в совокупности хорошо. Ну, скажем так, если надо поднять, то поднимать. Если вам надо срочно поднять кундалини, прям, блядь, сутка, за пять минут. Быстренько поднять энергию на следующую чакру, скажем так, то очень хороший способ обожраться том-яма и какой-нибудь васаби еще, чтобы просто охуеть. Вот это, да, остроты, ну, просто ебнуться просто, чтобы это было. Потому что это еще запускает кровообращение, поэтому ты всю свою достающуюся энергию прогоняешь, как будто бы действительно запускаются чакры, запускаются энергетические потоки. Это в прямом смысле они запускаются, потому что кровообращение таких продуктов, оно ускоряется, оно как раз запускается сильнее, у тебя вот именно все эти процессы идут быстрее. Вот вам, пожалуйста, наука, эзотерика в одном флаконе. Наука, чуваки, британские ученые доказали, британские ученые все доказали, идите, ну, правда, знаешь, тут есть, наверное, обратная сторона медали, наверное, гастрит-то будет, если эту хуйню жрать слишком часто. Надо вас предупредить, это не абсолютно такая хуйня, которой можно каждый день, блядь, питаться, потому что иначе бы, иначе бы так, так бы, хотя и азиаты так и делают. У него, у кого уже есть проблемы с желудком, гастрит, там всякий такой... Это ж пиздец, конечно, для желудка. Я уже как огнедышащий дракон, хотя это просто, это единичка по уровню эмонистичности. Чему ты там думаешь? А там написано было, что там один перчик из трех... У нас еще креветки острые, между прочим, так что это еще более острые. Знаете, креветки я уже не могу жрать, они отстойно. Ну, вообще, я их не люблю, что это есть. Реально, я ошибался в этих креветках, я думал, они хуйня полная. Ну, кстати, вместо грибов, наверное, знаешь, вот те, кто грибы жрут, они чувствуют, наверное, грибы, как это у кольца кальмара. Это как? Ну, тоже какая-то такая грибная хуйня, кальмар. Да. Почему в оригинальные рецепты не кладут кальмара? Кром я. Почему? Кладут грибу. И почему? Потому что грибоеды, бля, сяома. Еще яйцо сюда было бы хорошо положить. И что, по-моему, этих грибоедов имеешь? Они грибы живут, сяома. Ну и что? Это чешуй. А, нет. А, биздец. Да. Ну ладно, надо заканчивать видос. Пока. Пока. Пока.